Добрый день, добрый предпраздничный день, уважаемые радиослушатели, в эфире Финам-ФМ Сухой Остаток, меня зовут Олег Дмитриев, итак, сегодня итоговая программа уходящего 2013 года Ну, мы попытаемся с моими сегодняшними коллегами, с моими гостями итоги подводить, хотя, конечно же, да, совсем немного времени осталось до встречи Нового Года И говорить о работе, ну, как минимум, моветон, но уж извините, поскольку мы, да, сегодня с вами... Еще несколько часов остаются, надо поговорить Официально рабочий день Вот, вот, я хотел сказать, да, официально он до семи, там, до шести у кого как продолжается До девяти, до десяти, кто-то, наверное, встретит прямо на боевом посту Новый Год Ну, это отдельная история Хотя московская биржа сегодня устроила себе выходной Ух, какая! Итак, давайте официальную часть я произнесу Значит, уважаемые слушатели, мы сегодня подводим финансовые итоги года, и у меня в гостях Александр Разуваев, директор аналитического департамента Аль-Пари Александр, добрый день Добрый день еще раз И Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований инновационной группы Универ Капитал Добрый день, Дмитрий Добрый Ну что ж, я думаю, больше никаких приготовлений особо и не надо делать, да, сразу в бой, что называется Давайте коротко об итогах года, может быть, да, какие-то основные события, то, что, на ваш взгляд, или вас лично наиболее в этом году, я не знаю, там, взволновало, потрясло Что даже от противного, что называется, или от простого, если идти, вот сейчас, оглядываясь назад, что более всего запомнилось? Дим, давай с тебя начнем Запомнилось, наверное, несколько событий, хотя вот так спонтанно, наверное, буду говорить именно то, что действительно отложилось, да? То, что будет приходить в голову по порядку, наверное, это первое, это продолжение спада в электроэнергетике, хотя, казалось бы, в том году, что уже, ну, все, да, уже иностранные инвесторы вышли, и все, кто хотел уже выйти, вышли, и попытки отскоков очень хорошие были, вроде бы, сила в секторе начала появляться, но потом вот эта весенняя, стандартная, в общем-то, весенняя коррекция и инициативы руководства страны о замораживании тарифов Фактически воспроизвели картину прошлого года, и мы просто сместились еще на, что называется, на торговый диапазон ниже, да? И на самом деле в этом, ну, с одной стороны, есть определенное разочарование, с другой стороны, когда бумаги, большинство из бумаг сектора пришли на уровни 2008-2009 годов, вот минимальные свои, там все-таки были хорошие очень отскоки, видели очень сильные покупки в Интерау после глубокой просадки, то есть жизнь в секторе остается, Другое дело, что как раз-таки теперь, для тех, кто хочет сидеть в какой-то идее в каком-то секторе в долгую, вот это бумаги как раз именно такие, может быть, на весенней коррекции, которая будет сейчас, уже в наступающем через несколько часов году, это будет неплохой идеей для входа там где-нибудь в мае-в июне, но это вот что касается первой... Пожалуйста, я уточню, на самом деле, немножко забегая вперед, мы потом более детально, надеюсь, это обсудим, весеннюю коррекцию все-таки ты предполагаешь. Да, я боюсь, что будет, да, мы еще можем и к Олимпиаде вернуться, и к весеннюю коррекцию. Кстати, обязательно вернемся, я знаю, у Саши, по крайней мере, есть тема по поводу Олимпиады, да, любимая тема? Есть тема Олимпиады, но на самом деле, я все-таки, если мы посмотрим на уходящий год, я бы рассмотрел Россию и США, потому что, если мы берем политику, то Россия однозначно выиграла, это и Сноуден, это и Сирия, и прочие моменты. Однако, если мы посмотрим экономику, то, в общем, американцы сделали всех. Очень много ругали ФРС за мягкую монетарную политику, но мы видим, как экономика Штатов выходит из кризиса. Есть точка зрения, что через пару лет там вообще будет уровень безработицы, естественный для невоюющей страны. Мы видим, как выросли американские фондовые рынки, мы видим, как, можно говорить, как угодно, там, дешевый доллар или дорогой евро угробил Европу. И, соответственно, самое главное, мы видим, как растет сланцевая добыча. Американцы считают, что в году в 2016 они будут добывать нефть больше, чем Россия или Саудовская Аравия. Если мы посмотрим на Россию, то наши официальные лица очень любят хвастаться тем, что Россия в уходящем году стала первой экономикой в Европе, обойдя Германию, пятой в мире. Это правда, но на самом деле это как бы счет на табло нулевых годов. Наш ВВП вырос чуть более чем на один процент, промпроизводство чуть более чем на ноль с маленьким хвостиком. Соответственно, экономика провалена у нас. Более того, все это наложилось еще, на мой взгляд, на очень порочную идею господина Медведева об ослаблении рубля с целью поддержать экономический рост. Это подстегнуло инфляцию, что не только ударило по гражданам, об этом вообще никто не думает. Но, скажем так, это привело к тому, что инфляция по итогам уходящего года будет 6,5%, на фоне которой учетная ставка Банка России 8,25% выглядит абсолютно справедливой. То есть ни о каком снижении процентных ставок говорить не приходится. В общем, экономику слили, политику выиграли. Ну, может быть, по-другому-то и не бывает, Дим. Одно сливается, другое выигрывается. Ну, везде, слишком долго везде хорошо не бывает, это только первые, там, сколько-то лет у нашего президента Путина было, да, помните, даже анекдоты ходили. Везет, везет, ну давай, уже нужно с Америкой, да, нужно с Америкой воевать, пока прет. Пользуйся. Ну, к сожалению, да, действительно, везде не бывает абсолютных успехов. И как раз, может быть, в каком-то смысле, вот если продолжить мысль, которую начал Александр, та сфера, где всегда соединяются и политика, и экономика, это ГАЗ, и это Украина. Потому что здесь и Россия, и Соединенные Штаты, и вот этот центр, не знаю, там, битвы, противостояния, глупости, чего угодно можно назвать, это смотря с какой стороны смотреть. А вот в итоге, в конце года, да, там, когда это было уже, не помню, 17-го, да, числа или 16-го числа? Декабря. Да, декабря, вот буквально, подписали дополнительные соглашения, да, к газовому контракту. Вроде бы перед этим удалось оттянуть Украину от однозначного уже подписания ассоциированного членства Евросоюза. Вот что это, победа политическая, как бы ни была первого, потому что экономически не очень понятно, скидка больше, чем ожидали сами украинцы, да, по газу, если мы увидим рост объемов в следующем году устойчивый, да. Извини, пожалуйста, то есть, исходя вот из логики Александра, да, что это, с экономической точки зрения понятно, что это шаг назад, да, в какой-то степени, это уступки. Нет, я даже не могу сказать, ну, наверное, да, наверное, да, экономически для нас это шаг назад, непонятно, насколько по времени, да, говорить о том, что это в какой-то степени выгода, потому что мы можем продавать большие объемы, и выручка будет та же самая. Я бы согласился, если бы мы продавали зерно или компьютеры, или там, софт, да, но газ это исчерпаемый ресурс, к сожалению, и если мы продали его больше и дешевле, то здесь спорный вопрос, выгода это или не выгода. Да, а с точки зрения политики, нас все равно будут ненавидеть на Западной Украине, нас все равно будут бояться из-за наших этих действий в Европе, в Соединенных Штатах. Мы не выиграли ничего в глазах Восточной Украины, ну, да, мы дали скидку, да, но мы не достигли никакого политического движения Украины в сторону России, да, она немножко не подвинулась в сторону Европы, не стала рынком для товаров Евросоюза, ну, я не знаю, она и для наших рынков не стала, и для российских товаров рынком-то не стала, вот в чем проблема, поэтому и нет предпосылок к тому, чтобы стало. То есть спорная ситуация, двойственная, в любом случае, конечно, война это не закончена, это только фактически перемирие вот на Новый год, наверное. Ну, я соглашусь с Дмитрием, условия, которые предложены были Украине, они сопоставимы с условиями для Беларуси, только Беларусь это таможенный союз, воздушное пространство в Беларуси контролируется российскими ВВС, ну и так далее. Возможно, кстати, будет в 2015 году все-таки единая валюта таможенного союза, Алтен. А что касается Украины, то, в общем, при всей симпатии к нашему президенту, он все-таки разделяет традиционную точку зрения, что это там часть России, киевская купель, ну и так далее, мы все это знаем. Это точка зрения ошибочная, на твоем виду? Да, это, кстати, точка зрения, навязанная на Западе поляками, и частично навязанная даже Российская империя. Сам термин, например, татаро-монгольская ига, или буквально ермо, придумали поляки. Вот я как бы не только там аналитическую службу возглавляю, я еще являюсь экспертом Центра Гумилева. Я читаю периодически твои фейсбуки. У меня в выходящем году была статья, называлась «Орда как символ веры». Вот я считаю, что к нынешней России, или к великороссам, к всем нациям, которые живут в Российской Федерации, Киевская Купель, Святослав, Владимир Красносолнышко имеют отношение, ну, как императоры Древнего Рима, к итальянцам нынешним. То есть, наверное, к Украине они имеют отношение, к России нет. Россию основал Батухан Александр Невский, или, может быть, сын Батухана, Сартак, да? Поэтому я считаю, что мы евразийская отдельная цивилизация, а что касается Украины, понятно, там есть наш кусок Крыма и так далее, но это польские холопы, это славяне. И, в общем, рассматривать как собственную территорию ее вряд ли стоит. 30% минимум, 30% украинцев воевали на стороне Рейха. Они сбивали наши самолеты в 2008-м, мы все помним. Саша, извини, пожалуйста, прерву тебя. Мы сейчас послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Александр Розуваев, директор аналитического департамента Аль-Пари. И Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований инновационной группы Универ Капитал. Сегодня, 31 декабря. Естественно, мы подводим какие-то финансовые итоги года. Ну и, в общем, говорим о том, что случилось в уходящем году. Вспоминаем отдельные яркие моменты. Я думаю, что это нормально. Тем более, настроение все-таки предпраздничное. И ярких моментов вспоминается многообразие. Кстати, некоторые из них, может быть, не касаемые непосредственно финансовых рынков. Ну, я думаю, ничего в этом страшного-то и нет. Конечно. Я, Саша, извини, я позволю, Дим, собственно, начал ты перечень, потом мы ушли немножко в сторону. Значит, основное событие связано с электроэнергетикой. От рынка мы удалились. Я просто, если можно, уж воспользуюсь таким днем, поскольку тема болезненная, чтобы не осталась на следующий год. Да. В принципе, всегда болезненные темы надо с каким-то юмором преодолевать. И сразу тогда они всю болезнь даже возвращают. Я был в Украине. Уже говорю даже в Украине. Видите, какая у меня толерантность. В этом октябре на форуме по интеграции биржевых пространств в страны СНГ. И там, ну, просто кулуарно разговаривали с одним из украинских коллег. И тоже что-то там про Майдан, естественно. Тогда там было спокойно. Но все равно палаточки рядом находились на изготовке. И как-то это, естественно, возникло. Он говорит, ну, а что ты хочешь вообще? Ведь Киевская Русь. Россия раньше была Украиной. Я говорю, правильно, а татаро-монголы принеси лично нам от вас независимость. Понятно? Поэтому на любой вопрос можно посмотреть с другой стороны. Сейчас смотрят все, и в этом наша проблема, на независимость стран СНГ и любых других государств от России. Давайте смотреть с другой стороны. На независимость России от всех остальных. Всех остальных, да. Это тоже имеет право на существование. Ну, я добавлю, на самом деле, все-таки, когда была Российская империя, потом Советский Союз, это произошло очень быстро, и большевики все-таки вооруженным путем объединили большую часть территории Российской империи. Все-таки в Царской России и Финляндии, и Польше они были автономны. И мир, естественно, воспринимал. Вот была Российская империя, теперь там коммунисты, стал Советский Союз. А воспринимал то же самое, да, по сути? Ну, в принципе, да. Геополитически, да, та же самая территория. А вот на самом деле, что является продолжением дальше, понятно, что Российская Федерация самая большая, там взяла на себя долги и так далее. Но, может быть, Беларусь? Потому что, если провести референдум, везде. Украина, Восточная, Казахстан. Люди выберут именно ту модель. Может быть, кстати, Казахстан, где Назарбаев, кстати, идею Гумилева официально признал и так далее. Это вопрос достаточно спорный. То есть, с моей точки зрения, опять-таки, в современном мире все определяют деньги. Вот Европа, это с точки зрения 21 века глобальной экономики, это покойник. А вот Азия, не только Китай, вообще Азия, это очень интересные новые рынки, это спрос. Пока мы на него завязываемся достаточно слабо, завязалась только Роснефть. Что касается Газпрома, китайцы просто смотрят, как будут дела СПГ в Штатах, экспорт и их сланцевые проекты. Но так или иначе, мы должны завязываться на азиатские рынки. Вот прийти в Азию и сказать, мы славяне. Они азиаты посмотрят и скажут, и чего? О, а прийти и сказать, да, мы там наследники Батухана и его великого деда Чингиза. О, это круто. Ну, на самом деле, как бы... Ну, круто, это значит, вы нам ближе по ментальности с этого рассмотрения. Да, да, более того, на самом деле, вот знаменитый этот уклад Чингизхана, Иса, но она же очень близка к православию и вообще к восточному христианству, потому что самый страшный грех – это обман доверившегося. Ну, Иуда предал Христа. А если возвращаться, как бы, к деньгам, как только вот этот кошмар на Украине, он нагнетался, там, девальвации, гривны, резервы, там, меньше 19 миллиардов долларов, два месяца импорта и так далее, бандиты летели вниз. Поэтому есть же знаменитая стратегия «Суверена Джанка», которую использовали американские инвестфонды еще 70-80-е годы прошлого века. То есть, изначально это была покупка суверенных долгов стран Латинской Америки, политически завязанных на Штаты. То есть, там все плохо, доходность высокая, но Штаты никогда не допустят дефолта из политических соображений, плюс, в общем, даже не только они там доллары печатают, но это маленькие деньги для них, ну, просто поддержать свою власть. Соответственно, покупались такие банды, и была хорошая доходность. И эта идея, в принципе, сработала, покупка украинских долгов. Поэтому кому война, кому мать родная, и, соответственно, на этом можно и нужно зарабатывать. Включая и частного инвестора. Да, я на самом деле вот здесь поддержу. Меня очень обрадовало то, что не очередной кредит был выдан, а именно инвестиции через покупку облигатов. Это вот просто браво, браво, браво. А я еще добавлю, может быть... А, кстати, чья идея, да? Не знаю. А я скажу вообще, вообще эта идея, идея изначально Михаила Касьянова. Все-таки. Да, и она была озвучена в конце 99-го года, и тогда вошла как раз вот реструктуризация советских долгов, и он что сказал? Уважаемые господа держатели долгов, даже прежде всего СССР, мы вам предложим реструктуризацию, конечно, но это жесткая реструктуризация, вы потеряете существенную часть денег. Мы вам предлагаем схему долг в обмен на инвестиции. То есть мы долги будем менять на доли в наших корпорациях, как раз электроэнергетика. Там, по-моему, все фигурировало, кроме Газпрома. Я думаю, что если выборы на Украине в 2015 году будут лояльны для России, в итоге Украина может как раз предложить что-то интересное, но не газотранспортную систему, она очень старая, плюс Южный поток. Другое дело, что лет 12-15 назад действительно рассматривался вариант «Газпрома» получает ГТС украинскую, а в обмен Украина добычу на Ямале. Но после Ющенко просто стало совсем неактуально. То есть ему как бы это все было. Конечно. Хорошо, хорошо, здорово. Ничего неинтересного. Да, мы возвращаемся к тому, что закончилось. Я пытаюсь линию, которую мы нарисовали. Да, вернемся к нашей стратегической линии. Еще одна тема – это, конечно, слияние, ну вернее, приобретение, поглощение ТНК Випирус нефтью. И история вокруг этого на самом деле любопытная с нескольких сторон, потому что, ну, может быть, выступлю здесь адвокатом дьявола. Потому что все, ну, большинство считает, что Игорь Сечин радикально виноват. Он должен был выкупить все сразу и с премией, да, по цене, по которой они приобретали. Но если смотреть, и это, опять же, важно для понимания, почему не растет наш рынок тогда, почему нет притоков. Ведь на самом деле, если смотреть законодательство, то он сделал все более чем в соответствии с законодательством. И когда они объявляли цену, да, выкупа, по-какому добровольной оферты, необязательная добровольная оферта, то они и премию дали в 25%, которая была просто очень быстро рынком реализована. Да, это было ниже, чем цена независимой ТНК АБП. Но ведь акционеры, которые были в ТНК АБП, да, вот, ну, условно, миноритарии, да, как мы с вами, они же не в то, что эта компания будет куплена Роснефтью, верили. Они верили в менеджмент со стороны БП и, значит, консорциума, который остальные 50% удержал. В непосредственной биржевой бумаге было 45%. Соответственно, когда сменялось руководство, то, по идее, ведь не было никаких раскрытий, ни рекомендаций от еще того старого совета директоров миноритарного. Не было. Фактически, если вы доверяли этим людям, ну, с них тогда и спрашиваете, почему они не проинформировали, не позаботились, не рекомендовали, когда цены были еще выше, да. Вот, на самом деле, есть определенная инверсия восприятия, да, то, что все равно государство должно. Ну, в законодательстве, причем неоднократно об этом говорилось. В девятом или в десятом году, по-моему, да, когда принимался закон госкорпораций, что не обязаны они объявлять оферту при увеличении пороговых долей уставных капиталов, приобретаемых компаний. Вот до тех пор, пока у нас на рынке будет либо попытка спекулировать на госинвестициях, на участие государства, либо будет попытка все время говорить государству, что он что-то должно сделать, не инфраструктурное, да, не в создании институтов, да, не в изменении законодательства, которое будет облегчать или давать льготы. То есть здесь само собой подразумеваетесь. Да, а просто дать деньги вот таким довольно простым механизмом, на спекуляции фактически. У нас и рынок будет таким спекулятивным, и идеи будут, конечно, рассчитаны только на короткие деньги. Сама по себе здесь идеология видна. Вот это просто то, что отложилось, потому что тот шум, который был вокруг этого, ну и, собственно говоря, вся тема-то еще не завершена, по большому счету. Он, конечно, не очень приятно не оставил осадок. Я немножко пошире посмотрю. Уходящий год показал, что очень хорошая ставка, а то, о чем я говорил год назад здесь же, это дивидендные бумаги, вы по-любому их получите. Лучше, чтобы это были действительно первоклассные компании в своем секторе, то есть крупные и эффективные, это и МТС, это и, там, я не знаю, Газпромнефт та же. Многие компании, вот МТС, Газпромнефт, Лукоил уже второй год, перешли на выплату полугодовых дивидендов, естественно, это всем очень нравится. Отношение к Emerging Markets вообще, к России, в частности, достаточно плохое. Основная игра на американском рынке, а самое главное другое. В отличие от нулевых годов, мы не можем монетизировать наши мозги. То есть фундаментальный анализ, там PIN, E, E, EBIT, да, вот это все работает достаточно плохо. Работает фундаментальный анализ по-прежнему на рынке Forex, где валютные пары зависят от статистики и от действий мировых центробанков. И если мы посмотрим на структуры доходов по итогам года наших финансовых домов, особенно розничных, то там доля Forex существенно выросла за год. И именно на него они сейчас делают ставку. Вот это тоже очень интересный момент по поводу переориентации финансовых домов, брокерских компаний, с российского рынка, ну, давайте, на глобальные все-таки рынки. Мы не говорим конкретно на Forex, да? Я знаю прекрасно, что многие ведущие брокеры посматривают на площадки европейские, на американские, дают доступ туда, да? Это связано, опять-таки, с чем? С тем, что российский рынок, вот, как минимум... Дохлый, и нельзя монетизировать там мозги свои. То есть это краткосрочная спекуляция. Согласен с этим? Ну, да, в значительной степени. Я просто здесь, опять же, хотел еще один виток углубления. По клиентской базе даже, по общению с клиентами, видно определенное расслоение. Те, кто раньше просто активно торговал на акциях, видя вот этот длинный боковик, не очень предсказуемый, да? И не коррелирующий с тем, что происходит за рубежом. Вот основная проблема российского рынка. Расслаиваются клиенты, одни уходят на инструменты на базе продуктов с фиксированной доходностью, другие уходят на более спекулятивный трейдинг, фьючерсы, валютные фьючерсы, фьючерсные фьючерсы. То есть чаще всего, конечно, это связано с размером счета, с размером депозита клиента. Но вот то, что это происходит, я согласен абсолютно, тенденция довольно заметная. По идее, я думаю, что если следующий год будет снова примерно таким же по своим характеристикам скрелированности или трендовости. Или ликвидности. Или ликвидности, да, собственно говоря, объем торгов. Но они везде снижаются, это отдельная тема. То, собственно, да. Собственно, да. Мы увидим продолжение этой темы, сильное и приятное. Давайте еще раз прервемся. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня, в последний день уходящего года, мы подводим его финансовые итоги. Ну, или просто вспоминаем. Приятные, хотел сказать, события. Всякие события вспоминаем. Те, которые запомнились, по крайней мере. Напомню еще раз. В студии сегодня, в праздничной, да, или предпраздничной эфире, в предпраздничной программе, Александр Жозуваев, директор аналитического департамента Аль-Пари, и Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований и институтной группы «Универкапитал». Возвращаясь к проблемам российского рынка. Проблемам российского рынка. Саша, ну, твоя точка зрения все-таки... Ну, я добавлю очередное, как бы, погружение. Давай, все глубже и глубже. Да, я считаю, что у нас будет все-таки олимпийское ралли. Покупай на ожиданиях, продавай на события. На Олимпиаде будет вот на самой фиксация. Я бы хотел еще отметить такой момент. Может быть, считали, что это там просто гламур какой-то, но появление символа рубля с чем связано? С тем, что реально мы, в принципе, можем в любой момент вывести рубль на Форекс. И, скорее всего, это произойдет в 2015 году. Ходят слухи, извини, пожалуйста, да, и есть мнение, что в связи с этим, собственно, и было поставлено сейчас задача. Почему это не было сделано раньше? Потому что все-таки у нас, если понятие общественного восприятия, общественного мнения, курс рубля – это вопрос политический. То есть, если он там снижается на 1 рубль, ну, грубо, 3%, ну, для Форекса, ну, это просто динамика, да, там. У нас начинается истерика, что вот там. Но мне кажется... Скоро дефолт. Да, но мне все-таки кажется, что это стратегическая цель, о чем говорили, ну, как минимум, господин Назарбаев, господин Медведев и господин Мясникович, у нас будет евразийская валюта с рабочим названием «Алтын». Скорее всего, это будет уже не 3, конечно, страны, а 4 плюс Армения. Мне кажется, очень важный момент какой, что это будет все-таки не... Вот Евразийский Центробанк, по слухам, он в Питере будет. Это все-таки не как в евро. Это не будет независимая монетарная власть. Это будет, скажем так, финансовый институт, который будет официально подчиняться либо президентом, что менее вероятно, либо премьером стран таможенного союза. Конечно, это снижение потерь там на курсах и так далее. Но опять-таки валюта все-таки будет достаточно хорошая, потому что она будет обеспечена сырьевым экспортом России и Казахстана. И плюс мы же не только нефтегаз, мы еще майнинг, металлургия. Да, сейчас майнинг в очень плохом состоянии. Но если мировая экономика выйдет из Крейса, скорее всего, Штаты вытащат, то, в общем, да, из майнинга все будет хорошо. При этом мое мнение, что так называемые инновации, высокие технологии, это для подростков, которые не наигрались там. В айфоны. Да. То есть, конечно, мне очень нравится, что у нас есть там свой смартфон. Но, в принципе, это так, в общем, сказка для подростков. Я считаю, что высокие технологии для России это нефтегаз, прежде всего, нефтесервис, где уже 50% импорта надо замещать, это атомная энергетика, это военно-промышленный комплекс, ведь это не только там, ну, наша армия, это и торговля оружием. И пока только господин Рогозин может похвастаться, так или иначе, Россия второе место в мире после США твердо. Только надо понимать, что все-таки, вот как в Союз упрекали когда-то нерыночные сделки, Штаты, они очень жестко отслеживают свой коммерческий интерес. Все страны НАТО обязаны покупать у американцев оружие. Это не обсуждается. Поэтому мы-то, в общем, торгуем, кроме Казахстана и где-то Белоруссии, в рамках конкуренции. Но так или иначе, евразийская валюта – это важнейший момент. Возвращаясь вот к тому, что мы говорили на тему Евразии и так далее, ведь первый опыт торгово-финансовой глобализации был при первых чингизидах. Первый Центробанк с бумажными деньгами был при них. И Батухан, хотя он никогда не был ханом на самом деле, он был старшим в семье. Но великим ханом он никогда не был. Он хвастал тем, что купец от Пекина до Киева мог проехать, не опасаясь ни бандитизма, ни чинового, ничего беспредела, потому что там все очень просто было, башка летела с плеч просто сразу. Это первый опыт торговой глобализации, это признавали даже аналитики Морган Стэнли и Бурман Сакса в середине нулевых годов. Здорово. К рублю. Или к алтыну, может быть, уже. Нет, давай к рублю. О рубле заговорили, у него появился свой символ, и мы предположили, что есть задача стратегическая – вывести его на Форекс. А что в конечном итоге эта задача решает? Что она дает для России, для рубля? Ну, можно представить. Резервная валюта второй категории. В конце концов, чем рубль хуже канадского доллара или кенгуру? Да ничем. Канадский доллар – такая же сырьевая валюта. Ну, согласен с тобой, но, может быть, по объемам торгов, потому что рубль все-таки более локальный, чем австралийцы. Мы посмотрим, какая там будет ликвидность. С этим же все будет связано, да? Ну, кто будет стремиться купить рубль против непосредственно участников экспортных операций, связанных с сырьем? Сама по себе идея рубля как резервная валюта, рубль, региональная резервная валюта – это идея еще, в общем, 2007 года, которая медленно. И тогда это было просто клуб сумасшедших, по сути. Ну, мечтателей, ладно. Нет, я был в этом клубе, понимаете, в чем штука-то. Я-то там был. Ну, когда имеешь право так назвать. Да, естественно, я безо всякой иронии. Ну, то есть ирония есть, но она добрая. Сейчас это обсуждается, ну, с 2010 года это обсуждается на высшем уровне. Проблема была, то, что, да, была в России сравнительно высокой инфляцией, хотя инфляция-то в данном случае важна в сопоставлении не с еврозоной и не с долларовой зоной, а с другими странами регионалов, да? А там мы были отнюдь не худшими, поэтому все нормально. И сейчас именно рубль, как резервная валюта регионального масштаба, конечно, может, имеет право на существование. Более того, в реальности она таковой постепенно и становится, потому что двустороннее резервирование просто в небольших масштабах, но оно делается и с Китаем, и с Белоруссией, и с Казахстаном, все это есть. Это надо развивать. Главное, ну, я не берусь здесь говорить о валютных рисках, потому что все-таки у меня немного другая специализация. Главное, чтобы свободная конвертация, да, плавающий, нерегулируемый курс, нетаргетируемый, до которого все-таки еще далеко, не поставила его под удар вот на ранней стадии, да, чтобы резкий провал валюты не отложил время, когда она действительно станет региональной резервной. А в остальном, да, чудесно. Другое дело, что если мы потом перейдем, когда уже к перспективам года, да, тогда скажем о перспективах рубля, ну, более коротких. Я добавлю, все-таки есть два момента. Один, как бы, уже достижение. Чопорные увеселительные заведения Минска или Алматы берут охотнее рубли прямо там, по курсу Нацбанка, чем белорусский рубль или ТНГ. При этом официально рубль, я так понимаю, не ходит там, да? Не ходит, но просто говоришь девушке, приходишь там, начну клуб или в ресторан, у меня российские рубли. По курсу Национального банка. Она счет пишет в ТНГ, ставит знак равенства и говорит, я округлила до третьего знака после запятой. Ну, что вы хотите еще? Третий знак после запятой, это серьезно. Да, то есть, как бы, все, и она сдачу еще в ТНГ принесет. Момент такой, что все-таки, если мы хотим, чтобы рубль был привлекателен на Форексе, значит, должны быть относительно евро или доллара привлекательные процентные ставки. Понятно, что у нас ставки намного выше сейчас, но, может быть, ставки уже по доллару, кстати, пойдут вверх, там, 15-16 год. Поэтому идея, давайте снизим ставки, чтобы поддержать реальный сектор, я не скажу, что она ложная, но она спорная. Понял. Кстати, опять вот возвращаясь, да, ты о ставках заговорил, и возвращаясь к появлению рубля на Форексе, вот я подумал опять о спекулянтах, которые будут, там, корритрейт в качестве такой известной технологии использовать. Сильно ли это привлечет, собственно? Ну, я думаю, что да, потому что невидимая рука рынка это такое дело. Жажда наживы никто не отменял. Хорошо. На самом деле, если бы не политические риски пресловутые на Россию, то корритрейт и пользовался бы гораздо большим спросом. И в нынешних даже, да? Посмотрите, ставки колоссально разные, а, собственно, мы сейчас по курсу, там же, где мы были в 2000 году, 10 лет, хотя были внутри, конечно, гигантские колебания, которые с точки зрения риск-менеджмента, да, формально можно бы вроде ограничить, да, вот эти всплески, выносы, но в реальности все понимают, что это рынок, ну, слабо контролируемый. Поэтому вот, ну... Я понял. И немножко осталось у нас время за следующий перерыв. Смотрите, вот идею предолимпийского ралли Саша озвучил, он в нее верит, причем я не первый раз из него услышу, да, Дима? Во-первых, как ты к этому относишься? А во-вторых, все-таки хотелось бы уточнить, а, ну, помимо, я не знаю, какой-то психологической, может, составляющей, да, на чем рынок будет растить? Видите, в принципе... Ну, да, оценка наших бумаг просто низкая ликвидность рынка. Сейчас, чтобы двигаться котировки, нужно намного меньше денег, чем, например, в 2007 году. Дима? Согласен на это, во-первых. Во-вторых, психология тут безусловна. Плюс, если говорить о рубле, то определенный все-таки рост спроса на рубль, на физический рубль. Если к нам все-таки кто-то приедет, конечно, я надеюсь, там, половина президентов, вроде, собирается отказаться, но... Не страшно. Я думаю, что физлицы приедут, и они будут формировать спрос, поэтому это главное. И я верю не то, чтобы в олимпийское ралли, я верю во всплеск. И просто, к сожалению, на ралли будет накладываться наш олимпийский ряд проблем в регионах штатах, да. Я верю, скорее, в концепцию двух всплесков в первой декаде января, да, о чем я говорил. И потом, на завершении олимпиады, после чего, я боюсь, что мы можем увидеть довольно глубокое снижение, в том числе и по российскому рынку, и по рублю, который будет усиливаться в стандартной весенней коллекции. Я полностью согласен. Покупай на ожиданиях, продавай на событиях. Я думаю, что мы к тысяче пунктов упадем где-нибудь весной, вот как раз, или в начале лета. В следующем году. Да, там отсечки еще наложатся, вот как раз. И, соответственно, там можно будет покупай все на все. Ну, понятно. Видимо, там будет пресловутое дно уже, да? Очередное. Риск-менеджер уже все позабудут сразу же, да? Есть возможность. Надо брать на все, согласен. Давайте, две минутки еще есть. Какое-нибудь еще событие из уходящего года, а последнюю часть тогда посвятим непосредственно прогнозу. Рискодепозитов на Кипре и деофшоризация. На самом деле, конечно, все-таки, когда говорят, вот, российский бизнес в офшорах зарегистрирован, не совсем это правда. Обычно все-таки это российские юрлица. А вот основные акционеры, я думаю, что в итоге будет реализовано то, о чем сказал Сечин вот сразу на выступлении Путина, что мы ликвидируем соглашение об избежании двойного налогообложения с основными офшорными зонами. Я считаю, что это будет. Ну, и это решение проблемы. Ну, во многом, да. Деофшоризация, я имею в виду. Да, во многом, да. Ну, и запуск усиления контроля, мягко назовем, по формальным признакам, в банковском секторе. Да мы видим, там покойники растут. Да, потому что, в принципе, учитывая масштаб этих банков, которые затронуты и еще будут затронуты в основном-то, наверное, это в каком-то степени можно говорить даже и об укрупнении банковского сектора. И на самом деле, ведь многие банки там снизу, да, из нижних этих четырех сотен, это банки, которые вообще с физлицами работают там, сто физлиц там может обслуживаться, там сотрудники какой-нибудь группы компаний, и все. И у них никогда не будет никаких проблем реальных. А вот как раз укрупнение банков внутри там первых двух сотен, это очень существенно может влиять на всю архитектуру рынка, да, всего банковского рынка в России. Если это, может быть, производится в рамках, там, будущей, там, измене политики центра банка, да, с точки зрения формирования пула своих банков, еще каких-то, если это будет интегрировано во что-то, то очень может быть, что это так и есть, и это мы будем видеть в течение, там, двух ближайших лет, может быть, и в рамках, там, подготовки к запуску единой валюты, если все-таки случится, то мы, наверное, увидим в банковском секторе и много точек роста еще в перспективе, и очень много, очень любопытных событий, и волатильность будет большая. Я добавлю у нас... Любопытные события, вот эта хорошая фраза. Крупнейшие банки-то Сбера в ЭТБ торгуются, соответственно, за счет процесса укропнения, особенно Сбер, они получают новых клиентов, и это плюс для капитализации. Хорошо, значит, прерваемся еще раз последний уже раз, послушаем новости, и потом закончим наш эфир. Ну что ж, друзья мои, последняя часть предпраздничного эфира, последнего в этом году, последняя его часть, сейчас самой разумеется, мы будем давать... Ну, ладно, не будем давать прогнозы, но поговорим о том, что год грядущий нам готовит, какие основные события, с чем они могут быть связаны. Я напомню, сегодня в студии Александр Разуваев, директор аналитического департамента Аль-Пари, и Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических следов инвестиционной группы «Универ Капитал». Итак, друзья мои, давайте посмотрим в год будущий, ну, помимо озвученной уже идеи, да, предолимпийского ралли. Дима вспомнил, кстати, о событии, которые в начале года нам обещает опять Соединенные Штаты Америки, потолок госдолга они будут, видимо, обсуждать, и вокруг этого. Ну, а и в связи с этим, наверное, да, или в призме этого, два слова буквально по поводу монетарной политики Федрезера, потому что что-то мы говорим-говорим. Да, собственно говоря, основная интрига, насколько будет усиливаться сворачивание количественного смягчения в 2014 году, а продолжение это уже что будет в 2015 году со ставкой, ну, пока это отдаленное, к счастью. В 2015 или уже в 2016? Нет, ну, я думаю, что в 2015. В 2015 уже. В зависимости от того, какая будет динамика, да, у них восстановление, это на самом деле станет ясно и начнет муссироваться вот во второй половине года, когда они подсчитают ВВП по второму кварталу, и уже будет понятно, в общем, по настроениям, какая ситуация на товаре на сыроевых рынках, что они из безработицы у себя, что они увидят. В общем, тренды будут понятны, насколько устойчиво пошел подъем. Ужесточение. Ужесточение, и при этом, естественно, это минус для развивающихся рынков, для России вдвойне, потому что у нас темпы роста ниже, чем в США, да, риски гораздо выше и психологические, и не только психологические риски выше, при этом на фоне сокращения политики дешевых денег или большого числа умеренно дешевых денег, как угодно можно назвать, зачем оставаться в таком рынке, в таких краткосрочных объектах для инвестиций, если можно уходить к себе домой и уходить не только, опять же, на фондовый рынок, но и на инвестиции, на прямые инвестиции. Поэтому, в принципе, Америка, конечно, если ей удастся вот этот маневр, да, с таким фактически неоправданный, с реальной точки зрения, потому что государственный долг растет, гигантский дефицит. Понятно, что он, ну, я не знаю, как он может быть выплачен, в реальности нет, да, но тем не менее, они перетягивают сейчас центр, фокус внимания, ощущение восстановления на себя с Китая. Очень грамотно, очень красиво, изящно. Если это будет устойчивым статистическим трендом, то, безусловно, нам нельзя рассчитывать в следующем году на притоки инвестиций. Если только не произойдет рост, всплеска на сырьевых рынках, прежде всего на рынке металлов. Ну, по нефти сложно ожидать его. По нефти хорошо, если мы будем вот в районе 100 в среднем погоду находиться и ниже не уйдем. А вот на рынке металлов может быть подъем, да, мы здесь не будем особыми бенефицированными, потому что с точки зрения объемов продаж слишком много и штаты имеют мощности, слишком много мощностей введено к данному уже времени Китаем. Но, тем не менее, просто всплеск цен, конечно, двинет все компании сектора вверх. И здесь будет и Северсталь, и НЛМК, и Бичпибилит, и Риотинта, все будут, конечно, бенефициарами. И здесь, это как раз, наверное, тот сектор, где возможен еще кратный рост котировок. Вот, возможная инвест-идея следующего года, там, середины следующего года. Кратный рост котировок, конечно, звучит очень. Это уже запытые слова. Да-да-да, очень ностальгично, с одной стороны, очень привлекательный. Кратный рост котировок, боже мой, 100-200% заработает. Ну, помните 2007 год, да, там, Северсталь, 300, сколько это там. Конечно, мы ностальгируем по этому времени. Золотое время было. На самом деле, я хотел бы обратить внимание на очень серьезную диспропорцию, которая есть на фондовом рынке, опять-таки, на примере уходящего года. Мы помним размещение Алросы. Оно было достаточно вяло. Что такое Алросы? Вот, понятно, это алмазы, казалось бы, вечные ценности и так далее. Алросы – это прекрасная компания, казалось бы, для инвесторов, особенно долгосрочных. Ну, что еще лучше, да? Но при этом был бум в размещении такой убыточной бумаги, как Твиттер. Это даже не Фейсбук. Это просто я даже не знаю, что это такое. Но мы помним, какой ажиотаж. Поэтому, видимо, вот это будет сохраняться, конечно, тенденция. Я никогда не куплю ни одну бумагу по таким мультипликаторам. Некоторые говорят, вспомни, там, начало нулевых годов, как торговался там МТС, тот же, другая история с моей точки зрения. Потому что тогда закладывалось то, что все россияне подключатся к сотовым операторам, к трем, и будет покрытие по всей России. И прибыли вырастут. Я не понимаю, как может серьезные деньги зарабатывать Твиттер и даже Фейсбук. И я понимаю, что такое там Лукоил или там любая, там ExxonMobil, да, компания. Но, видимо, вот эта мода, она останется. И, соответственно, этот сектор, он будет по-прежнему привлекать горячие деньги. Я думаю, что у нас все-таки состоится размещение ВКонтакте. Может быть, еще каких-то аналогичных компаний, потому что этот рынок, который переваривает все. Какие-нибудь одноклассники, может быть, я не знаю даже. А где они будут размещаться-то? У нас или там? Ну, я думаю, что и там, и там. И там, и там. Ну, а возвращаясь действительно к неадекватному какому-то реакции рынка на подобные истории, это вообще... С чем этот неадекват связан? Это исключительно психология? Потому что, ну, понятно, что можно же посчитать. Цифры-то можно посчитать. Плюс 700% капитализации, по-моему, там вот тот же Твиттер торгуется. Это всегда, всегда это... Рынок, по большей части, это всегда вопрос веры. Вот верили, что Россия будет расти, потому что это перспективная экономика, и мы росли. Сейчас... Это мы возвращаемся к докризису. Да, сейчас не верят, что будут восстанавливаться развивающиеся рынки быстрее. Локомотивами будут другие. Вот мы видим результат. Это на 50% вопрос веры. Другое дело, что это вера может быть результатом грамотной пиар-подготовки, очень длительной. Ну, помним, скажем, про веру большинства, что в Европе и в Соединенных Штатах, главным образом, что Греция в 2010 году еще объявит... Дефолт. Да, осенью дефолт, выйдет из состава еврозоны, еврозона распадется. Большинство аналитиков по прошлому году в это верили. Поэтому и все это висело красными строками всегда. Конечно, информационные технологии на втором витке, после уже доткомов, сейчас фактически этот культ формируется на основе того, что мы уже с опытом, мы уже не верим в то, что можно в гараже сделать миллиардную компанию, но мы верим в том, что, в общем, даже без выручки можно делать компании с гигантской капитализацией, потому что там, даже если нет выручки, есть клиентская база, которую можно монетизировать. А как это решит уже стратегический покупатель? Ну вот вокруг этого, в разной степени навешивая на это какие-то или фичи, или бизнес-модели, или перспективы роста каких-то новых рынков, где любые перспективы можно рисовать. В принципе, и естественно, что центром этого бизнеса является либо Китай, внутренний рынок, либо Соединенные Штаты, там же и деньги, и там же они видят, грубо говоря, там инвестор может напрямую общаться с фаундером, крупный инвестор с успешным фаундером, имеющим за плечами большой опыт. Это удобно для расторговывания. Это в какой-то степени я бы сравнил с расторговкой модного художника на аукцион. В большей значительной степени для меня это так. Совершенно верно. То есть реальной стоимости его произведения не имеет. Да, она может быть потом возникнет, в реальности она будет, но сейчас, да, ее нет. Поэтому для людей, которые привыкли торговать акциям нефсегазовых компаний, для меня это тоже дико. Совершенно верно. Но я понимаю, что это имеет право на ситуацию. Я добавлю, если вдруг случится, условно говоря, то, что называется, миракл-чудо, Роснефть, Эксен или Электробрас исчезнет, тут нет компании. Для мировой экономики это будет шок. На поставках, на ценах. А если Фейсбук сгинет или Твиттер, ну хомячки там поплачут двойные и все, и на этом все закончится. Все-таки надо понимать важность для глобального хозяйства. Вот так вот, да, после того, как это все взорвалось. И дальше пойдут. Согласен, согласен. Саша, еще буквально одну фразу, пару фраз. По поводу ожиданий. Дима вспомнил, 10-й год и все последующие годы ожиданий краха там, ну если не еврозоны, да, то, по крайней мере, выхода Греции и каких-нибудь еще лузеров. Ну, кошмариков, на самом деле, пока мы не видим никаких. За исключением, может быть, раздела Украины, потому что, грубо говоря, на самом деле есть Новороссия. Есть Украина. И все-таки есть понятие, что ли, исторической справедливости. Иногда оно существует. Все-таки есть там, Львов, это все-таки Польша. Поэтому вопрос просто, с точки зрения экономики, кстати, Восток Украины, если он будет там, Новороссия, как Беларусь, да, им это выгодно. Вопрос просто, кто будет платить и сколько по украинским долгам. Хотя, вот я, кстати, на Финаминфо писал статью на эту тему, мне сказали, что перегибаешь палку, но спустя 10 дней вышла статья в Гардиан. Мне кажется, они просто меня прочли. Они переписали своими словами, дали таштушь карту. Ну, там, видишь, цензура меньше, видимо, да, там про палку никто не говорил. Они просто чаще ее перегибают. Ну, так а с еврозоной-то что? Я думаю, что потихонечку штаты будут вытаскивать, плюс сворачивание КУЕ, это более дорогой доллар, более дешевый евро, и за счет экспортных компаний, прежде чем немецких, там все-таки все будет получше. То есть никаких страшных моментов я не жду. Я понял. Хорошо, ну и смотрите, полторы минутки у нас осталось. Я, как и обещал, и, собственно, у вас спросил до начала эфира, давайте некие поздравления, что ли, да, поздравления. Я всем желаю денег, остальное купите. И так как мы нефтяная страна, просто желаю поднять тост один из первых за нефтяников, чтобы наша североморская нефть, бренд, стояла, и все будет хорошо. Дима. Эх, всегда очень сложно, тем более, работая на финансовых, говорить от чистого сердца надо, да. И вроде бы, а здесь особенно надо. А надо искренне в себе воспитывать. Да, да, вот сейчас и будем воспитывать. Давайте. Я всем хочу пожелать главное просто счастье. Счастье не в деньгах, счастье не в машине, в которой вы сидите сейчас и слушаете нас. Счастье не в том, что мы встречаем 14-й год, и вообще это, в общем-то, фикция, которую мы придумали сами. Это всего лишь цифры. Совершенно верно. Счастье в том, как мы живем, и я хочу, чтобы вы просто каждый день хотя бы задумывались. Вот я живу, неважно, купил я «Газпром», или купил я что-то еще, или съел я вкусный йогурт, для чего я все это делаю. Когда-то это все кончится. И старый год кончится, и жизнь кончится, но всегда надо жить так, чтобы у нас было счастье каждый день. Это возможно. В кризис я видел счастливых людей, которые много проигрывали в 2008 году, и я видел грустных людей, которые много заработали в 2009. Вот, наверное, с точки зрения финансового рынка это самое правильное пожелание. Совершенно верно. То есть, очевидно, что прямой-то корреляции и нет. Прямой корреляции и нет. В любом случае, наступает Новый год. Счастье – это когда желаемое неизбежно. Всех с наступающим Новым годом. Спасибо. Спасибо огромное. Я присоединяюсь к моим гостям. Александр Розувая, Дмитрий Александр сегодня с судей сухого остатка. Еще раз с наступающим Новым годом. Уважаемые слушатели, услышимся уже в следующем году. До свидания.